МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадоя компании «Гомель», у студии и працея Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Рух до финишу. Массовая уборка зерневых наближается до завершения. Соковитые и солодкие в Рогачевском районе сбираются ураджай Ковунов. Я набачила минулое и продказывала будущую. У «Гомеля» ушановали память святой манефы. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Новые подыходы до развития ховы здоровья Беларуси обмерковались сегодня у Палаца незалежности. Отповедный доклад керавнику державы проставил профильный министр. Владимир Караник был назначен на посаду некольки месяцев тому. Тогда Александр Лукашенко поставил перед новым керавником Министерства ховы здоровья принциповую задачу. На вести парадок у медицине. Особливо гэты тычыцца спынення факта у коррупции, выкранення шарых схем при закупках медобсталяванне. Есть и иншая проблемная пытанья Галины – участцы импорта замещения леков. Серёд пропанов удосконаление процедуры закупки, а так само повеличение обороту на рынку айчыных препаратов. Самое главное – это установление той цены, которая есть на мировых рынках и работа без посредников. Естественно, что посредники до 30% иногда и больше увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств. Второй вопрос – это производство собственных лекарств, импортозамещение. Была поставлена задача до 50% собственного производства. Мы достигли этих 50% и больше. Сейчас надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств. То, что касается именно организации закупок, достаточно плотно мы поработали со всеми заинтересованными сторонами. Это и поставщики медицинского оборудования, изделия медназначения, это и Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Мы углубили проведение маркетинговых исследований. И на сегодняшний момент могу констатировать о том, что по многим позициям произошло существенное снижение цен на запасные части. Например, вот рентгеновский излучатель для компьютерного томографа. В 2018 году нам предлагали его по 223 тысячи долларов. Сейчас мы покупаем по 89. Белорусская медицина за пошлий час зарабила авиализмный крок наперед. Проход освещат все сусветные рейтинги. В Украине провели модернизацию всех звенов аховы здоровья. От ФАПа в агрогородках до максимально высокотехнологичных операций в трансплантологии. Что год являются новые виды диагностики. И у всех это тысячи выротованных жителей. Принциповая думка руководителя державы. Белорусская ахова здоровья мае потребу во удосконаленне. Новая стратегия развития необходима во всех голенах. Далейших пропанов чекают от нового министра. Массовая уборка зерневых культур у регионе наближается до завершения. Убрано 80% поселных площадь. Ближе за всех до финишу господарки Лоевского, Мазырского и Речицкого районов. Тут засталось обмолотиться от 3 до 7% площадь. Не на шмат отстают от лидеров Брагинский, Гомельский и Добрушский районы. Агульный намолот по области складает амаль 570 тысяч тонн сбожжа. В минулом году в этот час было на 100 тысяч меньше. В Гомельской области нарыхтовали больше за полторы тысячи тонн льнотрасты. Лен до огунец вытераблены амаль на 90% площадь. Проходит переворочивание культуры, отчаствуются насенные участки. Так само аграры регионы убирают палец соломы. Идуть узворвания и передпасевная подрыхтовка для посеву крыжакветных культур, які оселета планують разместить приблизно на 75 тысячах гектаров. И в протяг сельско-господарчей темы. Ранее гэтая ягода лечилась экзотичной для Беларуси, а лишь часом кавун стал своим. Не только на огородах, а и на промысловых плантациях. В Гомельской хлебе они отшиваются обеяк дома. Технологию выросшивания паласатой культуры удоскональвают на областной сельско-господарчей доследной станции. Там побывала наш корреспондент Ганна Корольчук. 10 соток бахчы, 10 тонн со спелых кавунов. Сюда на поле рассаду поместили у червяня и накрыли пленкой. Каб вырытвать отселетние засухи, зарабили кропельный полив. А каб выбрать придатные для Беларуси гатунки, выпробовали три десятки наимене. Спынилися на двух голландских гибридах, ранних ТОП Ган и Романза. Пока ли экспериментальные кавуны набирают с лодоч, науковые супрацовники рассказывают, как вызначить спелость кавуна. Готовая ягода выдаёт звонкий гук при стуку, мае жёлтый бок и сухий хвостик. Уроджайность бахчы селета складает 100 центнерозгектара. Уборку мы начали выборочную две недели назад. Масовую приступим где-то примерно недельки через две. Тоже вот это сейчас пока такой период дозревания. Поливаем, подкармливаем. Все обработки проведены своевременно, поэтому урожай получили хороший. Кавуны у Гомельской областной сельскохозяйственной станции выросшивают третий год запар. Частка урожая отправится у лаборатории навуковцев. Остатняя на прилавке. Дарыч, арбуз «Беларусь» каштует на 20% тонней импортной ягоды. Тым часом супрацовники установы активно сбирают яблоки и груши. Первый коллекционный сад тут заложили 13 годов тому, а зараз на доследной станции выросшивают 76 гатунков яблок и 18 груш. Древы першопочатково посадили, как проверять, как растут на Гомельщине гатунки, выведенные не только в нашей области и инших регионах Беларуси, а и саджанцы российской, польской, голландской и навод американской селекции. Мы смотрим, как адаптируются вот эти сорта в наших условиях. Стоит ли ими заниматься, или они как-то себя по-другому ведут, или подмерзают, подходят они для промышленного садоводства. Смотрим и по урожайности, и по болезням. Наши, например, белорусские сорта, они иммунные, требуют мало защиты. В коллекционном саду мы испытываем разные системы защиты разных фирм. И тоже делаем оценку урожая, оценку, как выглядят саженцы. За консультацией медановуковцев звертаются фермеры и агрономы. Помежим и зауседы, живый диалог и взаимный обмен вопытом. Однако, кроме вывучения гатунков коллекционный сад, дае добрые урожаи. До 80 килограммов яблоков и 70 килограммов груш за одного древа. Шесть месяцев этой голубики в феврале высадили на адаптацию, на укоренение. И вот за полгода получилось такое вот растение. А в цеплицах доследной станции подрастают высокорослые буяки гатунку «Эрли Блю». Садженцы уже готовы до посадки у поля. Про сгод яны будут вышиней до метра, а еще про сгод дадут урожай. Ганна Коральчук, телерадио-компания «Гомель» при поддержке АТН Заргачевского района. Протягиваем выпуск. 11-го жнивня у свято-петропавловским кафедральным соборы прошли урочистости, присвеченные Дню памяти проподобной манефы Гомельской. Святочное богослужение означали у высокопроосвященнейший Павел, митрополит Минский Заслауский, патриаршек Зархусея Беларуси. В неделе сирот похмурных и дождливых дюн выдалось и теплой и солнечной. Люди и шли до храма Басконца и Плынню с подробязностями Марына Джалая. Приехала из Быхова, Могилевская область. Очень хочу на этот праздник, очень люблю манефу, и так она помогает всем. Поэтому рада-рада. Что вас привела сегодня в церковь? Любовь к местным святым, к матушке манефе. Почтите ее память. Мы часто посещаем храмы, очень рады, что сегодня на праздник пришли. Господь вот ведет и знает, когда привезти. Когда поступала моя дочь, я пришла сюда и просила ее, чтобы она поступила. Она поступила, закончила успешно, родила ее внучку. Мы должны гордиться тем, что мы имеем на нашей Гомельщине. А поскольку она свою жизнь посвятила вере Господу Иисусу Христу, то и мы должны следовать доброму, положительному, замечательному примеру. Каждая святыня по-своему как-то на человека впечатление свое производит. Ну, в душе очень хорошо, светло на душе таких праздников. Манахиня манефа у миру Мария Скопичева народилась у тяжкий час громадянской войны. Это была эпоха повсюдного атеизма. З ранних годов она полюбила молитву, чем вельми одрознивалась от своих одногодков. Самого народжения покорливо несла в складе на ее Господом крыш тяжкой хворобы, церебральный паралич, але разом с тым володала великим даром, с хильностью дослужения Богу и людям. Велизарная добрыня матушки манефы завсюды притягивала до ее людей. И у семьи она давала советы о ответственности, с якими жила сама. Молиться, каяться и быть милосердными. Дорогие братья и сестры, я сердечно всех приветствую и поздравляю с Днем памяти преподобной маточки нашей манефы Гомельской. Это святая, которая жила в наше время и которая творила чудеса именем Господнем. И сегодня мы все притекаем к ее гробу, который находится в Петропавловском кафедральном соборе, с ее святыми мощами, откуда исходит божественная благодать, и мы получаем исцеление духовное и телесное. И дай Бог, чтобы молитвами преподобной манефы Гомельской на нашей земле царил мир, благодать и любовь. Храни вас всех, Господь! Матушка манефа померла 25 лютого 1984 года, продказавший день своего скону. На ее отпевании у Никольским храме Гомеля молились 19 священников. Поховали манефу на родиме, увезцы сиуруки. По благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского арестарха, 11 жюня 2006 года, священниками было здействовано с добытой нетленных мощей у схемонахини и перенесение их у кафедральный собор. Прозгод Матушка Манефа была прославленная учи непроподобной улику Собора белорусских святых. Сегодня память нашей землячки, благочестивой женщины, которая жила на благословенной гомельской земле. Оказывается, можно спасаться не только в горах, не только в пустынях. Можно, живя в городских условиях, стяжать благодать Святого Духа. Главное, чтобы было внутреннее настроение. Не даром преподобная Манефа, обращаясь ко многим, призывала всех стяжать молитву, покаяние и милосердие. Своим даром Манефа допомагала лечить хворобы как душевные, так и телесные. И навод после своей физичной смерти матушка не покидает тех, кто приходит дае со широй молитвой. Святая Манефа протягивая здесь снять цуды. Марина Джала, Александр Харлампо, Телерадо, компания «Гомель». Митрополит Павел в этот день так само принял дело в церемонии открытия нового будинка Гомельского епархиального управления. И здесь не учено священия. А для конструированных будинок находятся по улице Кропоткина-2. Патриарш и экзарх выказал подяку всем, кто удельничал в ремонтных работах и благословил на дальнейшую працу. Сегодня мы совершили освящение иконостаса в замечательном храме, который при больнице, при госпитале. И это здание епархиального управления. Будем надеяться, что сюда люди будут приходить, будут решать здесь свои жизненные вопросы. Будем надеяться, что наша церковь будет и в будущем всегда вдохновлять людей, укреплять на жизненном пути. После урочистой церемонии открытия отбылась рабочая встреча митрополита Паула и старшини Гомельского облаканкама Геннадия Соловья. Каля 700 специалистов в Ужнеу не распочали работу во установах Аховы Здоровья региона. Миновата, столько урочов были размиркованы после навучения УВН Украины. Об этом поведом и сегодня журналистам намесник начальника Головного управления Аховы Здоровья Гомельского облаканкама Михаил Змушко под рабязностью Дмитрия Котова. Все это во установе Аховы Здоровья областного центра размиркована амаль 100 специалистов. Практично усеяны выпускники Гомельского медицинского университета. Первое место работы отримали у поликлиниках и службе медицинской допомоги. По раннейшим запотрабоваными застаются урочи огульной практики, гинекологи, хирурги и педиатры. Але это не створяет серьезной проблемы для Голины. Все консультативные приемы и нужды населения мы все-таки закрываем и решаем вопросы. Оперативным образом. Хочу сказать, что каждый год в течение года руководителями утверждается не менее 80-90 приказов о перезакреплении. То есть случается какая-то внештатная ситуация и сразу же в оперативном порядке закрепляются для консультации в тех учреждениях, где эта помощь доступна и имеется на тот промежуток времени, который необходим. Сажневнях этого года в регионе працу распочали коля 700 медицинских специалистов с высшейшей эдукацией. Укомплектованность кадрами 96%. Это достаточно, чтобы в полной мере оказывать квалификованную медицинскую допомогу населительству. Способов шмат. Например, телемедицинское консультирование. Все ли это им скорыстались коля тысячи жихаров Гомельщины? Расповсюджены и выездные приемы специалистов областных установ в районных центрах. Отбывается так само поэтапный переход на оказание первичной медицинской допомоги урачами агульной практики. Зараз их доля больше за 85%, а в наступном годе она повинна повыситься до 100%. Врач общей практики – это многопрофильный специалист, наряду с терапевтической и педиатрической помощью оказывает помощь по наиболее часто встречающейся патологии. Это хирургическая, кушерско-гинекологическая, эндорфинологическая, неврологическая. И именно врачи общей практики позволят, скажем так, улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи на местах. Важное питание у работе областной медицины за мацавание молодых специалистов. 4 из 5 после двухгодовой отпрацовки застаются на своих местах. Причины у тех, кто съезжает, самые разные. Найбольш популярные – измена семейного становища и жильевое питание. У регионе давно истнует практика выделения кватер и местов у интернате. Зараз так само разглядается питание об унесении у коллективные договоры медицинских установ изменения, сгодно якому те, кто сдымает жилье, смогут различовать на выплаты от одной до пяти базовых величиней. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Девять дюн по правилам пограничной службы. Военно-патриотичный лагерь хранится у Гомеля на базе военной части, собрал тяжких подлетков в возрасте от 14 до 17 годов. Хлопцы у левших традициях армий живут в казармах, отримливают основы военной подрихтовки и спостегают особливости пограничной службы. Выпроцовку дисциплины разбавили походами у кинотеатра, музея и на экскурсии. Мета-проекта – корыстная занятость, патриотичное выхование и одночасово профессийная ориентация молодого поколения. Возможно, кому-то захочется стать именно пограничником, кто-то примет какие-то к сведению данные и поменяет свой образ жизни. Ну и в то же время воспитывать молодое поколение – это наша непосредственная обязанность. Мне нравятся кинологи, которые обучают, правильно, стрельба в тире, как правильно разбирать оружие, собирать в лагерь, да, интересно. Как бы хочется пойти в армию служить. И еще один подобный лагерь працует в Лоеве. Там на первых выховании группу подлетков приняла мясовая погранзастава. В программе, кроме огольной военной подрихтовки, прогулки на спортивных пограничных катерах у сдов животной державной границы. Это и так сама и иншая новина вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Благовидное дело воскресного папы оказалось всего лишь ширмой. За поездкой в Гомель, чтобы ребенок мог покататься на каруселях, пряталась настоящая цель визита – продажа наркотиков. Однако в программу развлекательного тура неожиданно вмешался наркоконтроль. Мужчина приехал в Гомель вместе с 13-летним сыном. Пока сын катался на каруселях, отец не терял времени. Встретился с покупателем и продал пачку из-под сигарет, внутри которой находился пакет со стимулятором. В момент продажи Мазарянина задержали бойцы наркоконтроля. Содержимое пакета направили в Государственный комитет судебных экспертиз, специалисты которого сделали заключение, что изъятый порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях, амфетамин общей массой 4,2 грамма. Ребенка сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря. Уже достоверно известно, что это не первый визит мазарянина в город над Сожем. В частности, в начале августа он продал наркопотребителю амфетамин. В ходе проведения обыска по месту жительства воскресного папы в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертов с кресованным веществом, предположительно гашишем, которое направлено на экспертизу. За незаконный оборот наркотических средств в отношении 53-летнего неработающего мужчины возбуждено уголовное дело. За пятницу и выходные дни на территории Гомельской области произошло 86 дорожно-транспортных происшествий. В семье ДТП пострадали 9 человек. 45 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 127 не имея на это прав. По вине 29-летнего бесправника в субботу вечером произошло ДТП на автодороге Речица-Лоев. Водитель автомобиля Мазда, ранее никогда не получавший водительского удостоверения, на прямолинейном участке дороги из-за неправильно выбранной скорости выехал частично на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ниссан X-Trail. В результате столкновения водитель автомобиля Мазда и 59-летняя женщина, ехавшая в качестве пассажира в автомобиле Ниссан X-Trail, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще одному водителю просто не хватило опыта. В результате из-за неправильно выбранной скорости на закруглении автодороги Мозырь-Лельчицы малолитражку вынесло за пределы проезжей части и красной черри оказалось в мелиоративном канале. Стаж вождения 30-летней автоледи, сидевшей за рулем, составил чуть более 9 месяцев. Проверка закончена. Причины возникновения пожара, в котором уничтожено 115 тонн сена, установлено. Поджог поджигателей найдены. Это местные школьники, 8 и 10 лет, игравшие с огнем в отсутствии контроля со стороны взрослых. Вечером 3 августа на территории молочно-товарной фермы в деревне Красная Слобода в сенохранилище произошел пожар. В результате пожара огнем уничтожено 115 тонн сена. В ходе проведения проверки было установлено, что основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем детская шалость. Детская шалость с огнем – основная причина пожара, которая может произойти как дома, так и на природе, когда дети предоставлены сами себе и родители не знают, где они находятся. Чтобы избежать таких случаев, необходимо с малых лет проводить с детьми разнесительные беседы на тему противопожарной безопасности, а также знать, где играют ваши дети, и с кем они играют. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Замкнули тройку призеров биатлонисты из Минска. В личном зачете Святослав Зайченко стал первым в суперспринте на 5 километров. А гомельчанка Ксения Руденко заняла третье место в спринте. В микс-эстафете они выступали вместе и завоевали серебро. Спортсмены еще будут определять лучших в четырех этапах зимнего биатлона. Победителем станет тот, кто по итогам всех этапов соревнований получит больше баллов. Завершится Кубок Федерации в феврале. Сыграны поединки 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Футбольный клуб «Гомель» встречался со Слуцком. Матч закончился поражением зелено-белых 3-4. Второй представитель области «Мозорская славя» встречался с Жодинским «Торпедо». Результат игры – ничья с минимальным счетом 1-1. Хоккейный клуб «Гомель» сегодня проведет шестой матч группового этапа розыгрыша Кубка Руслана Салея. Рыси будут бороться с Гродненским «Неманом». Игра состоится в Гродно. Начало матча в 20.45. В турнирной таблице группы «Арыси» располагаются на четвертой строке. Соперник на первой. Напомню, в прошлом туре гомельчане встречались с Бобруйском и проиграли со счетом 2-4. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова